12 апреля исполнится 60 лет с того дня, когда советский лётчик Юрий Гагарин впервые в мировой истории совершил полёт в космос. В Люберцах начали готовиться к этой дате уже сейчас. В музейно-выставочном комплексе открыли праздничную экспозицию и проводят интерактивную программу для школьников. Личные вещи Юрия Гагарина, газета за 12 апреля 1961 года и даже еда космонавтов. Творог с орехами и печенье 79-го года производства. Всё это можно увидеть своими глазами в музейно-выставочном комплексе, а заодно и пополнить знания о выдающихся покорителях Вселенной. Судьба советского первопроходца Юрия Гагарина неразрывно связана с Люберцами. Здесь он получил путёвку в жизни, здесь же проводилось расследование его трагической гибели. Когда они упали вместе с Серёгиным, это яма, в которой образовалась воронка 15 метров глубиной. Было понятно, что было очень сложно разобраться в этом всём. Но всё то, что там собрали, привезли в контейнерах опять в Люберце. НИИ, научно-исследовательский институт, который занимался исследованием авиационных катастроф. На протяжении многих лет все авиационные катастрофы, которые у нас в стране происходили, они как бы исследовались в этом институте и привозились обломки сюда. И вот таким мистическим каким-то образом был связан, связана его жизнь с нашим городом. Одними из первых эту выставку посетили ребята из московской школы 1793. Кроме музейных экспонатов, они рассмотрели фотографии, сделанные лётчиком-космонавтом, героем России Фёдором Юрчихиным. Также интерактивная программа, посвящённая Дню космонавтики, включила в себя тематическую зарядку. На память об экскурсии в Люберецкий музей школьники сделали своими руками сувениры. Подделки, естественно, космические. Здесь изображены собаки, которые первыми полетели в космос. В космос надо сделать голубым цветом, а шейники надо сделать коричневым. Очень актуально, детям очень нравится, это очень необычно, тем более мы пытаемся сочетать и старые традиции, которые всегда были в музее, и более современные, чтобы действительно привлечь детей к нашей истории. Праздничная интерактивная программа для школьников будет проходить в музейно-выставочном комплексе до 14 апреля. Затем сотрудники учреждения начнут готовиться к Пасхе и майским праздникам.